В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Роман Борычев, начальник Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте. Здравствуйте. Добрый день. Роман Иванович, расскажите, какие объекты контролирует Ваше ведомство? Наше подразделение обслуживает железную дорогу. Это почти 900 километров железных дорог, расположенных на территории Рязанской области и Московской области. А также контролирует и обслуживает реку Ака. Это порядка 500 километров, расположенных на территории Рязанской области. А также все объекты и инфраструктура, которые находятся на объектах данных рек, железнодорожных объектов. Давайте сначала поговорим, наверное, про железную дорогу. Как ведется работа сейчас, особенно летом, когда дети уезжают отдыхать массово? Ну, это как и для всех, для нас горячая пора. Основной проблемой является детские перевозки, обеспечение охраны порядка и безопасности при осуществлении детских перевозок. И также при осуществлении курортных поездок граждан, которые едут на юг отдыхать, дабы ничто не омрачило поездку граждан, принимаются меры по организации работы нарядов ППС в поездах дальнеуследовательных, в электропоездах, по работе с работниками железнодорожного транспорта для обеспечения безопасности наших граждан. Вокзалы как проверяются? Вокзалы, безусловно, есть охрана на вокзалах, есть наши сотрудники, используем кинологическую службу для проверки и отработки вокзалов пассажиропотока. Так что граждане, пребывающие на железнодорожные вокзалы, хотелось бы, чтобы они с пониманием относились к нашей работе и поменьше возникало каких-либо вопросов. Были какие-то нарушения на вокзалах в этом году или нет? Столь серьезных нарушений не было. Выявляются в основном административные правонарушители, как-то граждане, находящиеся в нетрезвом состоянии, курящие в неустановленных местах. И какое наказание для них? За все эти административные правонарушения предусмотрен административный штраф. Все-таки железная дорога – это довольно опасный для жителей объект. И если переходить не в том месте, где положено, может закончиться трагически этот переход. Конечно. Здесь главное понимание граждан о том, что они делают. В нашем регионе очень много несанкционированных мест прохода. Сотрудниками проводятся рейды, мероприятия вместе с работниками железнодорожного транспорта по информированию, в первую очередь, граждан о том, что это небезопасно. В текущем году уже не один десяток случаев травмирования граждан железнодорожного транспорта с смертельным исходом. Поэтому ситуация в регионе, не скажу, что критическая, но каждое смертельное травмирование приносит кому-то горе, кому-то разочарование. Поэтому хотелось бы тоже, чтобы граждане с пониманием относились ко всей этой работе. Какие самые опасные такие переходы у нас в Рязани? Ну, наверное, к самым опасным перегонам, как таковое точечное место нельзя определить, потому что много есть несанкционированных мест. Это перегон от станции Дягилева до станции Рязань-1. Перегоны расположены в районе станции Лесок и в этом году в районе станции Шилова. То есть основные места травмирования граждан, наверное, вот эти три участка я выделю. А вы проводите рейды, приходите туда? Да, конечно. Сотрудниками проводятся рейды совместно с работниками железнодорожного транспорта. Приглашаем также представителей средств массовой информации и проводим работу. Начиная от простых бесед с гражданами, с раздачи буклетов, а также с работой со школьниками. Как во время учебы на территории школы работаем с учениками, а в летний период в оздоровительных лагерях также работа продолжается. Потому что совсем недолго осталось ждать 1 сентября, когда все школьники вернутся за свои парты, за свою школу и продолжат все то же самое, что они делали прошлым летом или осенью. Какое-то наказание есть для таких пешеходов, кто приходит не там, где положено? Да, конечно. Есть административное наказание. Здесь наказание предусмотрено главой 11 Кодекса об административных правонарушениях. В данном случае это административный штраф. А сколько? От 500 рублей. И тоже здесь надо понимать, что протяженность железной дороги на территории Рязанской области почти тысячи километров. К каждому столбу, к каждому несанкционированному переходу сотрудника полиции не приставишь, работника железнодорожного транспорта также не приставишь. Здесь должно быть опять-таки понимание граждан и все-таки понимание каких-то мер для сохранения своей жизни, здоровья. Все-таки нужно проникнуться в первую очередь к самому себе о том, что ты делаешь, и небезопасно ли это. Ну вот когда вы приезжаете, ловите такого нарушителя, что он говорит? Я больше не буду? По-разному говорят. Некоторые говорят, больше не буду. Другие говорят, мне здесь удобнее ходить, я не собираюсь обходить там несколько сот метров. Мне здесь удобнее, я здесь всю жизнь хожу на топтанной тропке. И ничего не поделаешь? Ничего поделаешь. Здесь не скажу, что менталитет такой у граждан, но нужно работать с этим гражданом. Не только несовершеннолетние, но и в основном это граждане пожилого возраста. То есть у них реакция замедленная, естественно, перед поездом они не пробегут очень быстро? Конечно. Поезд это не автотранспорт. Автотранспорт не всегда может остановиться вовремя. А железнодорожный состав, у него может быть путь торможения до нескольких километров. Надо понимать, что этот состав железнодорожный везет либо серьезный груз какой-то, если это грузовой поезд, либо перевозит пассажиров. Их тоже там не один человек в составе. Об этом тоже нужно думать. Давайте теперь поговорим про нашу реку. Как вы контролируете соблюдение законов на водоемах? Наш отдел обслуживает 480 километров реки Ака. Это основной ход. А также объекты, которые находятся и обслуживают данную реку. В основном в текущем году на объектах водного транспорта выявлялись факты, если это говорить об административных правонарушениях, то появление граждан в нетрезвом виде. Как на прогулочных теплоходах, в первую очередь, так и при управлении маломерными судами. И выявлялись факты браконьерства. Это если говорить об уголовной ответственности граждан. А ну сначала давайте про нарушения на судах поговорим. Как правило, какие это нарушения? У нас проводится работа с государственной инспекцией по маломерным судам в ходе рейдов. Выявляются такие граждане. Граждане, то есть не соблюдающие все вот эти установленные нормы, у которых отсутствуют спасательные жилеты, находятся в нетрезвом состоянии, превышающие скорость движения по объектам водного транспорта. Проводится также разъяснительная работа. Ну, на самых нерадивых составляются административные протоколы. И много таких нарушений? Нет, я хочу сказать, что в этом году нарушений меньше. И то ли граждане становятся у нас сознательнее, то ли профилактическая работа у нас совместно с государственной инспекцией лучше поставлена в этом году. Но граждан, выявленных за такие административные правонарушения, меньше. Но как-то можно на них повлиять? Ведь права же у них не отберешь, как с машиной. Такой ситуации не может быть. Почему? Государственная инспекция по маломерным судам выдает эти права, и она же имеет право лишить. Но были такие случаи? Здесь вопрос, наверное, больше государственной инспекции по маломерным судам. То есть, как бы, это их прерогатива, их обязанности. То есть, как бы, это такие случаи бывают, да. Но редко, наверное, все-таки. Ну, реже, чем, конечно, на обычной дороге. Как много у нас на реке браконьеров? Браконьеры, пока водятся рыбы в реке, то браконьеры, наверное, не переведутся. Работа в данном направлении также ведется. И с государственной инспекцией по маломерным судам, и с рыбинспекцией выявляются граждане. Ну, в основном это граждане, которые ставят сети, используют аханы, используют иные запрещенные орудия лова. Это, в первую очередь, период нереста, когда рыба нерестится, да, то есть, тем самым, сокращая популяцию просто-напросто рыбы, придет, наверное, придет к такой ситуации, что на простую удочку будет невозможно уже что-то выловить. Какую рыбу, как правило, они вылавливают? Знаете, вылавливают различные рыбы. Здесь, как бы, какой-то особи отдельно нельзя внимания уделить. Можно сказать, браконьеры не брезгуют никакой рыбой. Какое наказание для них предусмотрено? В данном случае, здесь, по результатам рассмотрения уголовного дела, дело направляется в суд, и судья уже принимает решение. Как правило, это штраф. Но бывают и другие виды наказаний, которые на это все, на усмотрение судей, конечно. Ну, вот самая печальная, наверное, история с рыбой. Это ее как-то можно спасти или уже все-таки нет? Нет, уже выловленная рыба, то есть, как бы, она просто-напросто утилизируется. С ней уже ничего не сделаешь. Но большие объемы бывают, как правило, в лодке. То есть, это же не один килограмм. Ну, это не один килограмм, но, наверное, по местным меркам, я не скажу, что это большие, да, здесь промышленного такого отлова нет, как бы нет больших транспортных средств, которые осуществляют этот вылов. Но если каждый браконьер понемножку-понемножку будет вылавливать, то в конечном итоге урон биологической нашей составляющей на реке будет нанесен существенный. Сейчас какие-то рейды по океане проводятся, но все-таки сезон нереста уже прошел, но тем не менее. Да, конечно. Здесь есть у нас определенный график, есть у нас взаимодействие со структурами, которые я уже озвучил, и проводим, конечно, рейды. Протяженность рейдов какая? Рейды могут быть, так сказать, точечные на одном месте находиться, могут за рейд несколько десятков километров сотрудники пройти на плавсредствах. Но сейчас нарушителей, наверное, нет? Есть нарушители. И не так много, но они есть. Что они делают не так? То есть они на сеть ловят или что они делают? Да, в первую очередь это сеть. Запрещенное орудие лово – это в первую очередь это сеть. А хан в летнее время когда-то неплавом ловит рыбу, когда-то ставит в определенных местах сети, потом забирает их. Основное, так сказать, нарушение на реке в настоящее время – это браконьерство. Но спрашивали, для чего вот такие объемы рыбы? Продавать или куда? Фактов продажи браконьерами рыбы в текущем году нами не установлено. В основном все говорят, что для себя. Любим, очень рыбу. Ну, следующий, наверное, самый такой напряженный сезон – это для вас будет осенью, правильно? Напряженный сезон все лето. Есть на объектах водного транспорта у нас и прогулочные катера. Люди постоянно катаются. Сейчас детский период прошел, когда проходили выпускные вечера, последние звонки, какие-то мероприятия летние. Но меньше народу не становится, лето жаркое, народ так или иначе тянется к воде и прокатиться, так сказать, доставляет удовольствие для граждан. Помимо того, что мы проверяем самих граждан, соответствующими ведомствами и обеспечиваем безопасность самих судов. Это наличие документов, компетентность работников водного транспорта в осуществлении предоставляемых ими услуг населению. Но были какие-то нарушения в этом году? Нет, в этом году нарушения мы не выявляли. То есть у всех есть спасательные жилеты, все нормально у всех? Есть спасательные жилеты, есть документы, есть лицензии. В общем-то, готовы оказывать те услуги работники водного транспорта, которые они оказывают. Спасибо большое. В гостях программы «Городские встречи» был начальник Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова